Привет! У нас новая студия, но вы на самом деле еще даже ничего не видите, потому что мы только переехали и только начали. В дальнейшем, может быть, вам даже ее покажу. А теперь, собственно, к видео, к видео. Итак, способ выбора языка программирования. Сразу скажу, подойдет не всем, потому что не у всех же деньги и карьера стоят как цель. Хотя быть классным специалистом в любимом деле, но без возможности зарабатывать нормальные деньги, достаточно дерьмовое положение, если вы меня спросите. По мне, так лучше совместить приятное с полезным. И вы же понимаете, что вся та информация, которую я вам сегодня расскажу, не единственное, что нужно учитывать при выборе языка программирования. Как-нибудь в будущем детализируем эту информацию, но сейчас к делу. Анализ рынка труда. Да. Вообще, штука простая и заключается в том, чтобы пошерстить предложения работодателей на сайте с вакансиями. Смотрите, какие зарплаты, насколько много вакансий и это не все. Первое, что нужно учесть, это то, что многие оценивают рынок труда на основании своего домашнего региона. Но рынок труда, например, в Екатеринбурге и в Москве, это два абсолютно разных рынка труда. Про рынки труда за рубежом я вообще молчу. Пока что. Но на вашем месте я бы после анализа рынка труда в России проанализировал зарубежные рынки труда, чтобы лучше понимать, кто же в будущем вам может принести слой масла на кусок колбасы. Есть еще такой момент. Языки программирования, которые часто используются именно в корпоративной разработке. Ну, например, C-Sharp. Если вы возьмете наибольшее количество вакансий, то, скорее всего, они будут связаны именно с разработкой каких-то, не знаю, сервер-сайт или десктоп-приложений и так далее. Конечно, вы можете разрабатывать и на Unity, и, не знаю, на Ксомарине, да, но вот многие оценивают именно по наибольшему количеству вакансий. А в данном случае будет достаточно тяжело зайти именно в корпоративную разработку. Мы, конечно, не говорим о стажерстве. Это неплохой путь для того, чтобы напрямую выскочить именно в этот сектор. Но много людей, которые вроде бы начали учиться C-Sharp, что-то сделали, им нужно дальше развиваться, а вот в банк без опыта не берут. Еще пример. Ява. Многие спрашивают, как мне развиваться в корпоративной разработке на Яве. И вот тут нужно учитывать эту специфику языка. Потому что, например, разработка на Яве под Android намного проще для входа новичку. Под входом я подразумеваю именно карьерное развитие. Потому что, ну, с нуля просто так вас не возьмут в банк, в крупную корпорацию и так далее. То есть вам нужен будет какой-то старт. А если мы говорим, допустим, о Unity, C-Sharp или об Android и Яве, то в данном случае вам намного проще, на мой взгляд, куда-то начать продвигаться. И, как резюме вот этих примеров, подобный выбор технологии с незнанием вот этих вот нюансов, он может привести к определенному хаосу, когда вы вроде бы технологию выбрали, а что делать дальше не знаете. То есть еще раз резюмирую. Берете сайты вакансий, смотрите определенный усредненный срез, насколько много программистов и какая верхняя планка по зарплатам. И на основании этого вы вполне можете определиться с языком программирования. Но если у вас целью стоит именно заработок денег и карьера, а это далеко не все в жизни программиста. Но, так или иначе, я вам желаю больших успехов и не тормозить. Счастливо.